Это объект бывший МФЦ, друзья. Находится напротив парка Веселка. Что здесь будет в будущем, пока что не знаем. Но обязательно узнаем очень скоро. Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня я покажу вам левый берег, а именно парк Веселка и несколько объектов по улице Пашковского. Итак, друзья, парк Веселка. Знакомые лица вижу. Добрый день! Как дела у вас? Понял вас. Всего доброго. До встречи. Добрый день! Как дела у вас? Пару вопросов можно вам задать на камеру? Не против? Меня Игорь зовут. Я показываю, как восстанавливать город. Слава Богу, из родных все живы, все здоровы. Это самое главное. Это самое главное, да. Кто-то выезжал, кто-то не выезжал, остались здесь. Но квартира одна пострадала. Но уже нам дали новую квартиру на Черемушках. На Черемушках? На Черемушках, да. В Новострой шикарная квартира. Сколько комнат? Двухкомнатная, но если предыдущая была 43 квадрата, 43 предыдущая была, да, то сейчас дали 62. Отлично. Шикарно, просто шикарно, да. Отлично. Еще есть хороший ремонтик. Ну, как хороший, не евро, понятно. Понятно, понятно. Очень даже достойный ремонт, то есть завести мебель, мелочи какие-то там, какие-то доводчики, что-то такое мелочи подделать. И в принципе жить можно с удовольствием. И у нас еще один дом сгорел. Ну, еще пока что, ну, там в процессе документы, оформление, все, ну, знаете, как сейчас, очередя большие. Вот, а так, в принципе, моя собственная квартира нормально, слава богу. Окна были побиты, окна поставили, дверь новую поставили, батареи поменяли. Ну, такую программу минимум, как бы, выполнили достойно. Здорово. Ну, что, вот у сестры, у моей тоже квартира на черемушках, все нормально, да, целое, окна поменяли, что еще? Батареи поменяли, да? Нет, да, у нас дом под капитальный ремонт, пока только сделали окна. И вот 3-й или 4-й, 4-й квартал этого года у нас будет капитальный ремонт. Сказали, будут и тогда менять батареи, будут и двери, и все, 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 будут поменять все. Отлично. То есть, в принципе, на то, что мы планировали в ближайший год, нам все сделать. Хорошо. Да, восстанавливают. Я уезжала, вот 3 месяца мне не было, я приехала, прям такими темпами, сколько я езжал. Можно только восхищаться. Да, я сам радуюсь, я заезжаю сюда каждый месяц к родителям. Каждый раз что-то новое? Да, дороги, инфраструктура, это понятно, вся. Дома, вот левый берег хоть начали приводить в порядок. Да, стояли долго вот эти черные коробки, сейчас все начали расчищать, заново поднимать, где-то восстанавливать, где-то совсем сносить. Приятнее, уже гораздо приятнее. Да, да. Я вижу, как машины, вот, допустим, да, на въезде в город, буквально вчера мы уезжали, машины, ну, российские, гражданские, смотрю, машины. Так, в некоторых местах, где очень дома такие страшные, видать, или под снос, ну, то есть их еще не снесли и восстановить не восстановили, да. Так вот, они прям притормаживают, вот, рассматривают, для них, понятное дело, шок. Они не понимают, наверное, до конца, что это было, какая, какой страх пережили местные жители, да. Я вижу, прям, не наши, не местные машины останавливаются, присматриваются. Они, едя сейчас сюда, уже больше года прошло, они, ну, вряд ли поймут, как это было изначально. А для нас, да, для нас же, ой, как здорово, все так шикарно, все так расцветает, все так хорошо. А они еще немножечко шокированы теми вот моментами, где у нас еще остались. Да. Страшные люди. Ну, ничего, я так думаю, что будет все гораздо лучше. Да, ремонт, ремонт, да, ремонтируют хорошо. Все будет хорошо. Такой шикарный комплекс, да, вот, на въезде. А, Невский и Изумрудный, да, я уже там снимал тоже. Спасибо вам за небольшое интервью. За ваши улыбки, за позитив. Спасибо, что вещаете всем. Да, да, а иначе никак. Мы должны показывать правду. Да, неприятно, иной раз читаешь в соцсетях, да, такие, ну, шок просто. Ну, приедь, посмотри, послушай людей, местных людей. Да. Вот кто-то где-то сказал, да вот врут, да даже местные, те, которые за границей живут, да у вас ничего нет, да у вас нет ни инфраструктуры, у вас ничего не строят. Я говорю, как вы можете такое говорить, живя там? Ну, приедьте, убедитесь своими глазами. Спросите у своих близких. Наверняка кто-то остался родной, близкий. Поговорите с ними. Но не скажет местный житель, что здесь все плохо. Не скажет. Такие есть, но их очень мало, их не так много. Вот, допустим, на Изумрудном я тоже брал интервью у одного мужчины, спрашиваю, как у вас, как жизнь вообще, как квартира. Он так на меня посмотрел, улыбаясь, привыкаем. Я спрашиваю, все живы-здоровы? Он говорит, да. Так а к чему привыкаем, к новой жизни, к лучшей или как, к чему? Ну, в общем, непонятно. У людей, у многих, такая каша в голове, знаете. Ну, люди есть разные. Да, да. У кого-то стакан наполовину полон, а у кого-то наполовину пуст. Да, да. Это такое дело, да. Кто-то, может быть, ждун, который сидит, ждет непонятно чего. Но сказать, что ничего не построено, мне кажется... Да, это глупо. Но это глупо, конечно. Никто не скажет, такого быть не может. Но такие есть, у меня есть. В комментариях появляются такие иногда. Но я с них смеюсь и стараюсь даже не отвечать вообще просто. Аналогично, да, читаешь. Поначалу я не могла такого терпеть. Я, ну, как бы такой человек, который не промолчит. Говорю, ну как, как вы можете мне говорить, что у нас здесь ничего не строится? Да. Ну что, вы не верите своим глазам? Как вы такое можете рассказывать? Нет, вот вы все взете, вы там... Жизнь покажет и научит их. Ну да, споришь с ними, теряешь время. Да, сто процентов. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Итак, друзья, вы сами все слышали и видели. Вот такая здесь была спортивная площадка. Площадка отличается от ЖК Невского или Изумрудного. Там площадки намного круче, конечно, друзья. Итак, друзья, по всей видимости, здесь уже закончен демонтаж поврежденных элементов. И по словам специалистов, очень скоро, после установки новых аттракционов и игровых зон, парк «Радуга» преобразится до неузнаваемости. Ну а мы продолжаем наше путешествие по левому берегу. Итак, друзья, левый берег, городская больница номер 4. Окончание строительства, 4 квартал 23 года. Все еще в процессе восстановления. Это улица в процессе возрождения. Здесь очень хорошо слышно, как используются строительные инструменты, а также видно, что кровля и окна на зданиях уже новые. Пашковского, 8, дробь 1. Здесь была почта. Фасад уже сделали. Внутри ведется капитальный ремонт. Друзья, еще один объект. Многоквартирный дом, 41. Окончание строительства, 2 квартал 23 года. Скорее всего, внутри еще ведутся работы. Следующий объект. Проспект Единство, 55. В процессе восстановления. И торговый лицей был чуть ниже. За него еще не взялись. Да, видно. Итак, друзья, следующий объект. Пашковского, 25. Сейчас посмотрим паспорт объекта. Многоквартирный дом, левобережный район, улица Пашковского, дом 25. Окончание строительства, 2 квартал 23 года. Еще один многоквартирный дом, улица Пашковского, дом 29. Левобережный район. Окончание строительства, 2 квартал 23 года. Работают строители. Ведется капитальный ремонт. Пашковского, 33. Дом в процессе восстановления, друзья. Многоквартирный дом, улица Пашковского, дом 22. Окончание строительства, 2 квартал 23 года. Косят газоны. Итак, друзья, это был небольшой видеообзор объектов, которые находятся на левом берегу. Очень скоро загружу продолжение. А сейчас всем вам я желаю мира, добра и процветания. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова